Дай почитать. Записки о Шерлоке Холмсе, сэре Артура Конандуйла. Начав читать ранним утром с температурой, к вечеру я прочла всю книгу без всяких лекарств, излечившись. С этого дня я пополнила ряды неутомимых и неистовых читателей. А Шерлок Холмс стал моим любимцем навсегда. Поэтому понятно, что увидев сочинение Ирен Адлер, надеюсь, дорогие слушатели, все вспомнили, кто это, «Тайна Алой Розы» в серии «Шерлок, Люпен и я» заинтересовалась этим детективом для подростков и с любопытством прочитала все три повести «Бриллиантовое жерелье», последнее действие спектакля «Тайна Алой Розы». Кстати, перевод с итальянского. В этой серии запланировано пять книг. Я уже три прочла, и такая возможность есть у каждого. И хотя повествование ведется от лица 12-летней Ирен Адлер, которая, вырвавшись из Парижа к морю, случайно знакомится с 14-летними Уильямом Шерлоком Холмсом, будущим великим сыщиком всех времен и народов, и Арсеном Люпеном, в будущем величайшим вором всех времен и народов. Эту книгу можно рекомендовать к прочтению детям лет с десяти. Сюжеты во всех трех повестях развиваются стандартно. Язык неплохой, но в целом действие лишено динамизма и выглядит временами скучновато. И хотя эксплуатация образа Шерлока так необходима для коммерческого успеха и выглядит беспроигрышно, иногда все-таки думается, сколько же можно паразитировать на знаменитом литературном персонаже. Но в целом получились милые истории о приключениях трех друзей, которые разгадывают убийства, кражи, исчезновения, читается легко, хороший шрифт, в каждой главе картинка, отражающие предметы в духе викторианской эпохи. А еще можно узнать грядущие отличительные черты наших героев. Ирэн прекрасно поет, наблюдательно, свободолюбива и умна. Люпен невероятно обаятелен, ловок, хитер и смел. Ну а Шерлок – ошеломляющая, незаурядная личность, имеющая все задатки гениального детектива. Все три повести понравятся юным читателям и поклонникам Шерлока. Свежо и забавно. Кстати, под именем Ирэн Адлер скрываются два итальянских писателя. Что ж, Шерлок Люпен и я – милая серия детских детективов. А вдруг это та самая книга, которая сделает вашего ребенка неистовым читателем? До новых встреч!